Добрый день, уважаемые телезрители! В Большом зале городского Акимата прошел семинар по антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении. В семинаре приняли участие представители государственных органов, управления культуры, руководители торгово-развлекательных центров, ночных клубов, рынков. Ведь именно эти места являются объектами массового скопления людей. Подробности в сюжете нашего корреспондента Биби Гуль Талжановой. Не случайно на совещании были приглашены руководители торгово-развлекательных центров, ночных клубов, рынков, кафе и других объектов массового скопления людей. Здесь они ознакомились с требованиями, которые должны быть исполнены в обязательном порядке. Как пояснили представители госорганов, террористические акты производятся именно в таких местах, где большая проходимость людей. По данным департамента статистики, в области насчитывается 780 объектов массового скопления людей. В Уральске таковых около 300. Это те объекты, которые имеют за собой людей. Это объекты, которые должны пройти паспортизацию. Имеются определенные критерии, имеются правила проведения этих всех работ. Поэтому сегодня на заседании ответственные специалисты будут говорить об ответственности, о том, насколько необходима безопасность. Что именно, если мы не будем заниматься этим вопросом, что за этим стоит. Как отметили на встрече, сейчас идет паспортизация объектов. В основном паспорта оформили объекты образования и здравоохранения. Оснащение современным охрано-техническим оборудованием, проводить профилактические мероприятия по обучению персонала. Подобные требования должны исполнять в обязательном порядке все руководители объектов. Те, которые пока еще не соответствуют требованиям, в городе насчитывается немало. Отметили на встрече. Рынок Елироса по Сырымдатовой. Центральный вещевой рынок. Рынок на Юбилейный. Аптово-Розничный рынок по улице Курмангазе. Рынок Мирлан, рынок Тулпар. Рынок Мирей, рынок Жаик, Жигули. Рынок Щебер. Торговый дом Алт-Налма. До гостиницы Рахат. Золотой век. Шанрак. Ресторан Би-Ягуль. Торговый дом Азиза. В течение месяца попросил пока, настойчиво попросил прийти в ДВД Западно-Красстанской области. В принципе, мы всем образцы паспортов в безопасности раздали. Там электронный вариант. Просто осталось интересующие моменты вложить в электронном варианте. Всегда наши двери открыты. Приходите в ДВД, говорите по вопросу паспорта безопасности. Без очереди пропускаем. Так, по словам полицейского, с 1 июля всех представителей малого и среднего бизнеса, которые не оформили паспорта безопасности для своих объектов, будут привлекать к административной ответственности. Также, в свою очередь, бьют тревогу сотрудники пожарной охраны. Как оказалось, большинство торговых домов, кафе и ночных клубов не подключены к пульту пожарной безопасности. А значит, у пожарных нет возможности своевременно отреагировать на вызов в случае пожара. Сегодня такое понятие, как электронное правительство, не вызывает никакого удивления, как это было в начале пути 20 лет назад. Как известно, правительством на протяжении последних лет активно проводится работа по внедрению государственных электронных услуг. О возможностях и преимуществах электронного налогоплательщика узнали наши корреспонденты. Оказание электронных услуг – общепринятая мировая практика, позволяющая минимизировать контакты между поставщиками и потребителями услуг, сокращение времени и затрат на их получение, упрощение исполнения налоговых обязательств. Чтобы получить налоговую услугу электронным способом, через электронный канал связи, необходима постановка на регистрационный учет налогового органа в качестве электронного налогоплательщика. Она носит добровольный характер и производится после прохождения регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Согласно статье 572 Налогового кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет, для регистрации в качестве электронного налогоплательщика необходимо налогоплательщикам в явочном порядке предоставить налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика. После чего налоговый орган в течение трех рабочих дней выдает налогоплательщику электронный носитель информации с ключевым контейнером с соглашением об использовании и признаками электронной цифровой подписи. Это позволяет подготовить и предоставить в электронном виде налоговую отчетность при помощи компьютера в любое время суток, просматривать статус обработки форм налоговой отчетности, получать сведения об отсутствии или наличии налоговой задолженности. В случае отсутствия доступа к интернету в здании Центра приема, обработки и выдачи информации в налогоуправлении города Райс находится кабинет терминала налогоплательщика, где есть возможность электронным налогоплательщикам получить государственную услугу в электронном виде. Сегодня электронные налогоплательщики на практике убедились в безусловных преимуществах предоставления отчетности в электронном виде. В связи с тем, что намечается переход к декларированию доходов и имущества физических лиц, налоговое управление призывает всех, у кого еще нет электронной цифровой подписи, приобрести электронный ключ. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В поездах участились случаи кражи. Об этом сообщают сотрудники линейного отдела внутренних дел Уральска. Последняя кража зарегистрирована 6 июня текущего года. Жительница поселка Тасхала обратилась с заявлением о краже сотового телефона в поезде. За текущий год это уже четвертый случай на участке обслуживания. Сотрудники отдела портупреждают пассажиру быть бдительными во время поездки и не доверяют личные вещи незнакомым людям. В линейное отделение полиции на станции Шипова обратилась гражданка, женщина. По факту кража с ее сотового телефона. Это произошло в пассажирском поезде, в пригородном поезде Азиньки-Уральск. Один молодой мужчина, вводя ей в доверие, завладил ее сотовым телефоном марки Nokia и скрылся не здесь в направлении. По данному факту были проведены оперативные разыскные мероприятия. По горячим следам поселок Тасхала подозреваемый был задержан. Значит, сотовый телефон был изъят, он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Самых сильных среди госслужащих определила Спартакьяда. В минувшую субботу состоялось ее закрытие. Соревнования проходили по семи видам. Два дня участники боролись за право стать лучшей командой в области. Наши корреспонденты узнали, кто же стал сильнейшим. Соревнования прошли по таким видам спорта, как волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, бильярд, тогус-камулак. Всего в Спартакьяде приняло участие 18 команд со всей области. Общее количество участников составило 744 человека. Все заявленные команды на месте. Отдельно проводятся соревнования среди мужчин по одному от каждой команды и по одной женщине от каждой команды. Предусмотрен как личный, так и командный зачет. В ежегодной Спартакьяде среди госслужащих места распределились таким образом. Третье место заняла команда Акимата Женебекского района. Второе место Акимат Западно-Казахстанской области. И чемпионами соревнований стала команда Акимата Зеленовского района. Команда очень у нас сплоченная. Дома провели отбор. В общем, нас подготовили во всех видах спорта и экипировка вообще. Ну, сегодня очень такой наш день, можно сказать. Госслужащим уделяется большое внимание в плане здоровья. Мы играли, заняли третье место по футболу и готовились к этим соревнованиям практически год. Всегда занимаясь, уделяя большое внимание здоровому образу жизни. Заняв третье место, мы не останавливаемся и ставим перед собой цель на следующий год занять первое место. Основной целью проведения спорта-киады является пропаганда здорового образа жизни и приобщения государственных служащих к спорту. Все эти призеры и победители были награждены кубками, дипломами и ценными подарками. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В городском выставочном зале проходит ежегодная традиционная выставка «В добрый путь юных художники», на которой представлено около 46 дипломных работ выпускников художественной школы имени Сакена Гумарова. Полюбоваться живописи отправился и наш корреспондент Олег Великим. По словам преподавателей школы, выпускники, окончившие четыре класса в учебном заведении, воплотили на холстах задумки, над которыми работали последнее время. Каждая дипломная работа, она выражает внутренний мир художника, юного художника, надежды автора, какие-то мечты. Есть работы с такой тонко подмеченные какие-то моменты из жизни, то есть наблюдения из жизни. На выставке, которая продлится в течение двух недель, представлена картина, написанная акварелью, гуашью при помощи декоративной штукатурки и недавно внедрённым методом рисования кофе. Акварельная техника самая сложная, потому что акварель исправить уже нельзя. Ты должен работать аккуратно, не замучить работу, есть такое понятие у художников. Замученная работа – это когда много слоёв, и уже получается грязь, а не работа. В общем, очень аккуратно надо подходить. К каждой технике вообще с любовью. К любой работе надо подходить с любовью, и тогда получится такая-то выставка хорошая. Ребята с большим творческим вдохновением работали над этими картинами. Дети не всегда выражают свои мысли словами, а вот выложить их на полотна гораздо проще. Моя картина выполнена в стиле фэнтези, так как я этот стиль очень люблю, и он мне очень близок. Я читаю очень много книг, связанных с этим жанром. Картину я выполняла около двух месяцев. Все дипломные работы очень высокого уровня отмечают педагоги. Наверняка не каждый выпускник свяжет свою судьбу с искусством, но знания, которые они получили, никогда не помешают. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok